Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве. Сегодня я прохожусь в ДЭС-2. Это центр современного искусства. И сегодня я хочу погулять здесь и в том числе по Березовой Роще. Я здесь впервые, в Березовой Роще. И вместе с вами давайте будем смотреть, погулять. И я вам расскажу и покажу, что здесь есть и что мне удалось узнать об этом месте. Здесь, кстати, обратите внимание, звуковые инсталляции сопровождают прогулку. Поэтому я оставила живой звук. И обратите внимание на эту звуковую инсталляцию. Пойдемте погулять. Некоторое время назад мы с вами гуляли по пространству ДЭС-2. Но тогда было еще прохладно. И Березовая Роще, которая здесь открылась недавно, еще в полном объеме не работала. Этот склон возле ДЭС-2 – это совместный проект архитектора Мишеля Девиня и автора реконструкции Дома культуры Ренцопьяно. В 90-х годах они уже высаживали Березовый лес в Париже. Спустя 30 лет Девинь стал автором главной рощи в центре Москвы. И вот я предлагаю вам здесь погулять. Кстати, у этот французский архитектор, у него бабушка когда-то эмирировала во Францию с Украиной. И, будучи подростком, художник сделал для нее сад, который напоминал ей о родине. Купил 15 берез, высадил их возле ее дома в те времена. Ничего не смыслило в ландшафтной архитектуре, но бабушка была просто счастлива, что у нее появился этот маленький рукотворный лес. А потом, уже обретя свою нынешнюю профессию, автор впервые работал с Ренцопьяно. Это было в начале 90-х. Тогда они занимались проектом в Париже, где тоже высадили березовый лес возле нарквартирного жилого дома Рю-де-Мно. Это позволило пространству стать менее регламентированным, более свободным. Решение оказалось удачным. Оно существует до сих пор. И вот, спустя больше, чем 30 лет, опять с Ренца, два этих автора работают здесь над аналогичным проектом. Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята будет. Идея о березовом лесе появилась еще до того, как автор включился в работу. Задача его состояла в том, чтобы придумать, как все будет реализовано таким образом, как сделать склон, какую плотность деревьев выбрать, и, наконец, березы, какой породы нужны. Сад в ГЭС-2 очень простой проект, его легко описать. Это склон с деревьями, но важнейший роль здесь играет точность каждого элемента. Так что отрисовывать все это было очень сложно. Кроме того, ландшафт получился очень специфическим в инженерном отношении. Деревья растут на тончайшей бетонной плите. И не маскируется под натуральный склон, а показывает этот склон, его искусственное происхождение. То есть сад работает точно так же, как и здание, где теперь обнажены все конструктивные элементы и индустриальные детали. Березы в этом смысле очень хороши. Они имеют поверхностную корневую систему, которая простирается наподобие ковра. Глубина почвы здесь не играет особой роль, и гораздо важнее, чтобы слой земли был непрерывным и протяженным. Авторам хотелось, чтобы из окон ГЭС-2 руча смотрелась как нечто абстрактное, не имеющее масштаба. А если вы начинаете прокладывать по склону тропу, то автоматически задаете таким образом некое измерение. Поэтому авторы сделали тропинки заглубленными, чтобы их не было видно. Очень долго выбиралась траектория пути, стремилась придать ему наиболее плавные очертания. С двух сторон от него растут цветы и травы. Они не декоративны и образуют своего рода экосистему. Ландшафт выглядит очень хаотично, но все-таки это сад. Потому что это решение отвечает современному подходу к ландшафтной архитектуре. Приблизиться к природе настолько, насколько это вообще возможно. В левой части сада есть лестница, по которой можно сразу подняться на самый верх смотровой площадки, где открывается вид на ГЭС-2. Но подъем по зерзообразной тропе придает восхождению особый ритуальный характер. Мы можем попеременно идти то влево, то вправо, наблюдая за тем, как меняются ракурсы. Конечно же, этот опыт отличается летом и зимой по-разному. На каждом повороте установлены скамья, можно было здесь посидеть летом. И, конечно, со временем березы подрастут. Они не будут такого размера, как в лесу, где-то 10-15 метров. Но этого достаточно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Автор не раз работал над музейными проектами, и там растения были скорее декором. А здесь важно, что при взгляде на сад мы видим нечто вроде текстуры. Кроме того, стало сюрпризом для авторов, что в саду установили работу Джузеппе Пиноне. И то, как белоснежная береза взаимодействует с силуэтами черных срезанных стволов скульптуры, просто прекрасно. Вот такая исключительная красота. Ну вот, мы с вами уже гуляем, и я приглашаю вас еще погулять по этой березовой роще возле ДЭС-2. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok